То есть у нее влажный корм, она сейчас даже влажный корм не может кушать, но мы все равно кладем, потому что все равно постепенно идет на восстановление. Четвероногий пациент пять дней не принимает пищу. У кошки сожжено язвами 90% языка. Виной всему кальцевироз. Кошачий вирус попал в ласку с коробкой котят, которых подбросили в приют. Это один из них. Малышей отправили в карантин, но они все равно заразили сородичей. Сейчас болеет уже 13 кошек. Болезнь поражает глаза, язык, верхние дыхательные пути. На днях вирус забрал первую жертву – кота Тибета. Это возрастной котик, который перенес две операции. У него были проблемы со слуховым аппаратом. То есть кот был абсолютно здоров. Готовился уже к последним обработкам и высадке в общее помещение. Ну, к сожалению, погиб. Ну, то есть у него было именно самое такое молниеносное течение кальцевироза. Мази и капли от кальцевироза очень дорогие. Приюту даже пришлось попросить о помощи, чтобы выкупить необходимые лекарства. За несколько дней барнаулицы собрали нужный объем препаратов. Лекарства больше не нужны, но в приюте по-прежнему остро нуждаются в пеленках, пахилах, одноразовых перчатках, антисептиках, шприцах. И очень просят не подбрасывать животных. Здесь их принимают только когда освобождается место в приюте. В порядке очереди. Вчера нам пачками везли котят, пытались подкинуть. Мы объясняем, что, ну, ребята, это котята-смертники. Как бы, если вы взялись, то берите на передержки, переустраивайте. Ну, либо пройдите мимо, найдется тот, кто действительно поможет. Не пытайтесь тащить котят туда, где они пожизненно будут вирусоносителями. И вообще у них есть риск погибнуть в первые трое суток со слабленным иммунитетом. Потому что если у нас даже наши привитые котята умудряются сейчас быть в таком состоянии, то котята, поступившие в небе, без каких-либо обработок и приюек, ну, это сразу. Сейчас карантин у всех кошек в приюте, даже у здоровых. Их не отдают в новые семьи. Перед болезнью Дымок нашел своего хозяина, который был готов принять котенка даже с ампутированной лапой. Из-за кальцевироза котенку скоро удалят глаз. Но мы верим, что это никого не остановит и Дымок обретет новый дом. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. Вот.